Каждый день она приходит сюда с кормом для бездомных котов, чтобы помочь им перенести зиму. Пушистых бродяг в Москве пруд пруди. По оценкам защитников животных, на улицах российской столицы обитает свыше ста тысяч кошек. От холода они обычно прячутся в подвалах домов. Москвичи, проявляя заботу о животных, подкармливают их. Но нередко входы в подвал закрыты, и спасателям кошек ничего не остается, как использовать лом. Мы боремся за то, чтобы кошки не умерли, пока мы решаем какие-то вопросы на уровне бумаг, звонков. Если кошки находятся снаружи и температура низкая, минус 20-25, то речь идет о 10-12 часах, и кошка просто замерзнет. Организацию по спасению кошек Кота Спас Анна основала пять лет назад. С тех пор практически каждый день поступают экстренные вызовы, и зоозащитники спешат на помощь. За кошачьи права они борются и днем, и ночью. Даже московская мэрия, в конце концов, пошла им навстречу. Она обязала оставлять такие вентиляционные отверстия открытыми, чтобы животные могли попадать в подвалы. Если же они закрыты, то активисты чувствуют себя вправе их взламывать. Есть подсознательное такое чувство, что ты ломаешь чужую собственность. Это уже как бы в голове, как будто ты что-то неправильно делаешь. Мне кажется, любой человек хочет создать вокруг себя какой-то комфортный мир. Для меня лично комфортный мир — это кошки и люди, которые любят кошек. А чтобы его создать, надо как-то его защищать. Именно этим и занимается Анна Фельдман. О бродячих кошках она заботится с детства. Двух Анна приютила у себя в маленькой квартире вместе с бездомным псом. Хобби постепенно переросло в профессию. Мне кажется, что это такое чудо, что хищник типа льва, тигра, только маленький, вот поселился рядом с человеком. Котики нынче в моде, и призывы активистов попадают на благодатную почву. Анна создала школу для кошек, которой оказывает содействие правительства Москвы. Жители столицы информируют о содержании кошек в условиях мегаполиса и о том, как им помогать. Второй основатель школы — Владимир Кузин, владелец первого кошачьего кафе. Его посетители могут не только познакомиться с животными, но и забрать кого-то из них домой навсегда. По статистике, почти 60% жителей России завели хотя бы одну кошку или кота. Ни в одной стране мира нет такого количества любителей ушастых. И только в минувшем году был принят закон об ответственном отношении к животным. Цель, чтобы злозащита перестала быть уделом бабушек, дедушек, а стала естественной частью жизни горожанина. Однако не все москвичи с этим согласны. У пушистых обитателей подвалов есть и оппоненты. Наверное, не есть хорошо, потому что взять и зараза. Ну а куда? Если люди сами. Мы берем, а потом их выбрасываем. Кто нам виноват? Жалко, конечно, котов уличных, но это антисанитария. Однозначно, не должны жить в подвалах. Либо у людей, либо где-то в привитии, но не в подвалах. Блохи. Анна Фельман продолжает борьбу за новый закон Минстроя, который защищал бы права бездомных кошек по всей России. И она в этом не одинока. На самом высоком уровне городском, а Минстрой, например, это уровень федеральный, признали эту проблему и признали, что нет другого решения, кроме одного открытого продуха. Если это признали на таком уровне, то это означает, что кошек заметили самых высших эшелонах власти. До тех пор, пока кошачьи законы не принесут плоды и не проникнут в головы и подвалы, Анна и ее команда рассчитывают только на собственные силы, да на силу лома.